Коллеги, начинается наш следующий доклад и Алексей Зиновьев, тренер по технологиям Big Data и по Java технологиям нашей компании, расскажет о своем взгляде на экосистему Hadoop и ее преимущества и поделится своим опытом. Спасибо, встречайте. Всем привет. Сразу говорю, вы присутствуете при уникальной возможности послушать мой последний публичный рассказ про Hadoop. В следующей серии будет уже про что-то другое, поэтому мы вот здесь вот приступаем, так сказать, к погребению и меморизации, забирании чего-то хорошего с собой в будущее программирование, в будущее развитие. Итак, кто я такой, почему я про это все рассказываю? Ну, с IT я несколько побольше, чем с большими данными, Hadoop, хотя Hadoop появился где-то в те же годы, когда я пришел в IT, но я его существование не знал, он о моем тем более. Основные части, о которых я буду говорить в докладе, чтобы сейчас сразу стало понятно, и вы первую половину лекции такие сидели, ну, я это знаю, все вообще нормально, проверяйте себя в голове. Мы обязательно начнем с небольшого интро для тех, кто сегодня с нами первый раз. Сейчас плавно перейдем и затронем основные части, которые мы берем с собой в сундучок и переезжаем в следующие версии технологии. Обязательно обсудим классический MapReduce подход, чем он был хорош и что в нем можно оставить для обработки батчей. Дальше со звездочкой идут темы, вот сколько мы из этих техник успеем затронуть, нам повезло. У меня всего 40 минут, поэтому я честно не знаю, сколько всего из этого я успею рассказать. Основная идея, которую я буду вам сегодня вкладывать в голову, это идея о том, как нам поменьше тратить денег на сервера в Амазоне или в Епам Клауд, неважно в чем мы развертываем наши приложения. Итак, что же такое большие данные? Ну, стандартная шутка всегда такая, что ваш менеджер называет большие данными те, которые у него закрашили Excel. Это нормально, и значит вы уже можете привлекать какого-нибудь Python-девелопера, чтобы он это делал все для вас. На самом деле, основными источниками больших данных являемся мы с вами. До того, как человеческую деятельность стали трекать, данных было, ну, нормально так, но не очень много. Ну, еще вот какие-то элементарные частицы подгаживают. Но будем честны, на своих рабочих проектах мы вряд ли будем собирать всевозможные траектории и даже какое-нибудь броновское движение. Еще не менее интересным моментом является различение характера данных как таковых. Если мы с вами видим вполне себе пологую и медленно возрастающую кривую традиционных данных, например, ваши транзакции по оплате мобильных телефонов или ваши банковские транзакции, я думаю, их не стало в разы больше, чем было у ваших родителей, если они пользовались кредитными карточками. Ну, предположим, ваши родители жили в Штатах. Наши-то все-таки кредитками не пользовались. Что же касается новых данных, действительно более легкомысленных по сравнению с тем, что было раньше, их становится очень много, они растут по экспоненте, с ними все намного грустнее. В общем, в целом, если говорить, что большие данные – это про петабайты, нет, это нифига не про петабайты. Большие данные – это про то, что сложно обрабатывать, про то, что сложно хранить. Ну, хранить более-менее люди научились в предыдущей технологической волне. Помните, лет шесть назад было модно переводить свои базы данных с SQL на SQL. Это было очень классно, потому что в SQL все это влазить перестало. Оно бы влазило в SQL на самом деле, просто потом кому-то хотелось искать и строить отчеты по всему этому. Конечно, это сложно визуализировать, и последнее вишенка на торте – это нужно еще проталкивать через сеть. И вот про это проталкивание через сеть мы будем сегодня в основном говорить. Нам будет хотеться минимизировать это. Блин, я должен был вот так сделать. Надо все делать в параллель. Такой, делай в параллель. Вот этот мужик, он все делает в параллель. И если бы мы были на классической Java конференции, я бы сказал, надо написать такой классный многопоточный фреймворк. Мы разложим какие-нибудь таски по ядрам, и там, соответственно, все это будем обрабатывать. И в академической среде долгое время считалось, что нам хватит построить суперкомпьютер, чтобы решать различные задачи. Проблема в том, что ученых данных всегда было не очень много, а вычисления были большие и дорогие. Мы же с вами спускаемся на уровень ниже и, по сути, синхронизируемся через сеть или через диски. То есть мы не пытаемся шарить некую общую шину с памятью для того, чтобы все процессоры к ней обращались, чтобы у них были какие-нибудь race condition и так далее. Ничего такого у нас не будет. У нас вполне себе есть отдельные вычислительные станции. Они не очень большие, но по сравнению с теми суперкомпьютерами, которые стоят около МГУ. У них у всех есть своя память. И тут часто выполняется всего одна задача, один воркер. Они никак не конкурируют, вы перестаете думать обо всех этих атомарных снапшотах и так далее. В целом, если бы вы жили в мире без хадупа, вам пришлось сделать следующее. Во-первых, написать некое хранилище данных, которое, скажем так, толерантно ко всяким сбоям, к пропихиванию в него через разные каналы и так далее. Далее, вам пришлось бы поработать обязательно с каким-то in-memory storage, потому что глупо писать сразу на диск. И в этом плане вы посмотрите, что чем совершеннее становились умения людей в open-source обществе работать с памятью, тем более in-memory становились вычисления во всей этой отрасли. Вам пришлось бы обязательно писать свой трэдпул и какую-то центральную точку, которая этим трэдпулом управляет и раздает эти задачи. И, конечно же, все это синхронизовывать как-то. И самое главное, это предоставить API для остальных людей. Потому что это глупо, вы коммитили 10 лет, а потом никто этим не воспользуется, вы никому не продаете. В общем, можно изобретать свои велосипеды, но как бы нет. Есть люди, которые изобрели их до вас, когда часть из вас, может быть, еще представляла себе программирование как разработку веб-сайтов и так далее. В целом, типичная ситуация, когда встречаются два Hadoop разработчика, они сразу начинаются меряться кластерами. Если они не меряются кластерами, значит, кто-то из них не работал в продакшене. Смотрите, какая ситуация. Основная идея была в том, что когда Hadoop создавался, диски были уже дешевыми, память была очень дорогой. И надо было уметь пожирать тот терабайт или тот питабайт, или тот экзабайт, кому что достанется, сразу большим количеством дисков. Проблема в том, что диски в то время были еще механические. У меня до сих пор механические диски, не знаю, как у вас. И меня вот это очень волнует, эта головка, которая бегает между секторами, и ее очень тяжело обрабатывать в секунду слишком много мегабайт. Основная идея была в том, чтобы прочесть все эти данные по частям, то есть в параллель. Кроме этого, была идея в том, что нет денег на дорогие машины, и мы можем построить дешевый кластер из машин, которые остались от больших дядь в инстансах Amazon. Никто же не питает иллюзий, что инстансы Amazon это какие-то очень крутые машины. Особенно, если вы какой-нибудь Small или микроинстанс там берете. Ну и, конечно, все это должно быть максимально живучим. То есть, если у вас все закрешится, все упадет, особенно, если упадет это все в памяти, оно все должно где-то иметь возможность восстановиться, сохраниться и перевычислиться. Вот это основная идея. Основные компоненты Хадупа, как такового, то, что является классическим Хадупом, это некие библиотечки, написанные безымянными джавистами, в них отвратительный API, в них никто не заглядывает. Это Хадуп Клайенсы, ими люди пользуются намного чаще. Это HDFS, и это то, что получат наследство все люди в стеке Big Data технологий, про это будет пара слов. Это Ярн, это очень подходящая вещь для тех, кто увлекается контейнеризацией, вам не нравится самим назначать чему-то ресурс, и вы считаете, что кто-то может это сделать за вас. Это, конечно же, MapReduce. Заметьте, MapReduce это всего лишь некая последняя строка. Это классический Хадуп. На самом деле во всей экосистеме присутствует огромное количество фреймворков, и мы будем с вами по большей части говорить об универсальных фреймворках, но надо понимать, что любые стриминговые фреймворки, в принципе, в текущем году можно сказать, что все есть Хадуп, и Хадуп одновременно ничто. Поэтому очень сложно определяться с вот этими четкими гранями, я всего лишь расскажу про некоторые компоненты. Если в целом посмотреть, как выглядит классическая архитектура, то у вас, по сути, на каждом из уровней, на уровне дисковом, может быть, или на уровне, который работает в памяти, какими-то процессами в GVM, есть такие наборы господ и рабов. И господа говорят, что делать, но сами не делают ничего, и рабы безымянные выполняют какие-то задачи. При этом каждый из рабов, он, в принципе, взаимозаменяем. Его можно прихлопнуть, какие-то данные, если мы успеем из него выгрузить, это хорошо, если нет, не страшно, запустить всегда нового, и идея масштабирования идет как раз вдоль увеличения количества вот этих вот рабов. Основные фичи, которые у нас пришли в Хадупе. Вот помните те задачи, которые надо было решать, если бы вы писали этот фреймворк сами. В классическом уже Хадупе еще в 2009 году все было уже решено. Все сделано за нас и до нас и так далее. И вы, в принципе, простейшие задачи, кейсы, которые можно придумать, я их позже приведу, можно решать, не двигаясь никуда дальше из этого прекрасного уже зарешенного мира. Кроме этого, основная идея изначально была, что вы избавляетесь от всех этих вещей и будете писать только MapReduce функции. Однако, давайте забудем пока на секунду про MapReduce, немножко подумаем про HDFS, распределенную файловую систему. Естественно, у всего торчат ноги из того, что разрабатывал Google, как мы в предыдущем докладе слушали про Deep Learning. Google всем рассказывает, что у него классный фреймворк, и все такие, вау, у Google классный фреймворк. В этой сфере было все то же самое. Google уже отказался от MapReduce, все такие, MapReduce еще классный, ну и так далее. То есть Google себя исторгает вот такие вот идеи. Bigtable и не с тем числа, очень много-много-много разных. Не будем сюда углубляться. Основная идея в распределенной файловой системе была именно в этом же. Я говорил про те диски, которые были в начале. Мы хотим пожирать данные в параллель. И при этом хотелось бы о данных не думать как о конкретных файлах, заголовками, атрибутами. Хотелось бы перемещать максимально сырые абстрактные кубики, которые напоминают немножко, знаете, низкоуровневую жизнь потоков вашей операционной системы. Они не знают, что за вещи вы в них пихаете на самом деле. Но как-то живут, выполняются, скеджулиться и так далее. То же самое с этой распределенной файловой системой. Коротко, это один из уровней, получается, всего ходу, повыглядит следующим образом. У вас есть некая основная нода, которая обладает всей метаинформацией. Именно она знает, какие из этих кубиков собираются в один файл. Именно она знает, что нужно ответить человеку, который через API, например, HDFS API, придет и что-то спросит. А вот тут есть эти безымянные рабы, которые, именно они занимаются репликацией самих себе подобных, перемещением этих кубиков, восстановлением, ребалансингом и так далее. Почему у нас здесь нет такого страшного затыка? Да потому что, когда мы приходим на неймноду и говорим, дай на мне что-нибудь, она сама тебе ничего не отдает. Ты даже не блокируешься на ней, на самом деле, когда читаешь что-то. Она просто передает некую инструкцию. Дружище, ответь, пожалуйста, тому парню. Дружище думает, ищет в себе что-то и отвечает. Далее. Тип вот этих нот, по сути, этих процессов очень много. Их нужно знать, начиная по убыванию, наверное, по важности, отсюда и сюда вниз. Никто почти не пользуется вот этими штуковинами. Все обязательно читают логи вот таких и так далее. Суть в том, что все это попытки разного переиздания обеспечить некую надежность, некую безопасность системы, когда закрашивается самое главное. Самая главная нода, в которой хранилась вся мета-информация. Ведь она очень похожа на единую точку отказа. И самое главное, что стоит помнить, это все JVM-демоны. А раз это JVM-демоны, Java-программисты могут жить обычной своей жизнью. Могут мониторить все это при помощи GMAX. Могут использовать стандартные утилиты типа GMAB, GPS, GSTAC и так далее. Можно использовать даже что-то более продвинутое. Но если у вас с Java все хорошо. И, конечно же, самая простая настройка. Данные не влезли в память, давайте законфигурим хип. Идут люди и выдают больше хипа. Благо, мы в такой сфере, где хип как бы принято выдавать. Поэтому все хорошо. В том числе можно использовать все те самые JVM-флаги, если вы опять же потратили время на их изучение. Но сюда обычно никто уже не лезет. Немножечко уйдем от Java и перейдем к MapReduce-теории. MapReduce в различных языках программирования выглядит очень классно. И я вообще ратую за Java. Восьмую, которая по сути в себе имеет самый классный MapReduce. У нее даже есть начальный элемент, с которого можно что-то складывать и вычислять. Если до восьмой Java приходилось программистам много тратить времени и рассказывать, вот-вот, есть две функции. Одна значит что-то отображает, другая агрегирует. Что это такое вообще? Функциональщин какую-то мне. Рассказываю. Сейчас все нормально. Мы уже два года живем в этом новом дивном мире. И поэтому нам даже не нужна какая-то Scala или какой-то Python, у которых MapReduce выглядит намного уродливее. Мне не надо вам объяснять, что это. По поводу типичных задач, которые мы можем с вами делать. Тут упоминали Word2Vec модель и многие другие модели работы с текстом. Первое, на что натравливали все эти MapReduce штуки, это на большие, огромные, жирные корпуса текстов, чтобы посчитать какие-то статистики. Представляете, раньше филологи жили, и они реально вот там, как доказать, что Пушкин написал не Шекспир, и сидели какие-то метрики, сами ручками считали. И никто им не мог в этом помочь. Сейчас филологи радуются, хотя вряд ли им кто-то дает вычислительные мощности. После этого мы переходим к задаче, важной для программиста. Это обработка логов. Это, конечно же, простейшая фильтрация. И, например, приподготовка данных для каких-то более быстродействующих подсистем. Например, для того же Spark, которому будет несколько тяжеловато с петабайтами. И, конечно же, подготовка, самую любимую для всех наших менеджеров, отчетов. Для того, чтобы красиво готовить отчеты на MapReduce, думать много не надо. Есть такая книжка MapReduce Design Patterns, где все основные типы отчетов уже разобраны. Там рассказано, вот две таких функции определишь, или вот такую вот цепочку, и получишь простейший SelectWare. Поэтому, если вы хотите в своей голове замапить стандартный SQL на MapReduce, это несложно, это не страшно. Открываете книжку, это примерно выглядит как Gang of 4, только вот для MapReduce. Ну, соответственно, зачем нам вообще использовать MapReduce? Это же капец как сложно. Мы в 2016 году. Проблема вот в чем. Проблема в том, что все очень хотят, чтобы у нас была пропускная способность системы очень высокая, и при этом мы, значит, как бы покороче это все считали, различные ответы получали. Где-то вот здесь совсем в начале координат лежит реал-тайм аналитика, которая спокойно обрабатывает целые килобайты, килоколичество ивентов, тысячи ивентов, условно говоря. Чуть дальше у нас лежат, для ситуации, когда нужно что-то быстро обработать, различные in-memory хранилища, но они не умеют делать сложные вещи зачастую. Где-то здесь вот появляются лапы, спарки и так далее, но в случае, когда вам нужно сделать жирный батч по большому куску, и вы готовы ждать довольно долго, но меньше, чем кончится вселенная, в этом плане ничего, кроме конкретного батча, вам помочь не может. Если посмотреть на классический батч, то вы берете сразу все данные, берете про ним, например, по сути, фуллсканите все, как что-то огромное, что у вас имеется, и вычисляете функцию. И применяю не каждому элементу, а по сути, насколько это возможно, к максимально большим подгруппам элементов. Да. Извините, пожалуйста, можно чуть-чуть помедленнее? Не могу, на меня всего 40 минут. Мы его потом запишем в видео, и вы в замедленной скорости меня послушаете. Я люблю батчи. Кто любит батчи так же, как и я? Я люблю батчи, потому что это единственный способ доставить отчеты вашему руководству. Руководству не нужен стриминг. Руководство готово ждать, особенно наше российское руководство, они спокойно готовы ждать 4 часа отчет, 8 часов отчет. Это то время, за которое батч отработает. Конечно, можно работать по принципу фиксированного окна, когда вы нарезаете ваши данные, например, отчет за каждый час, и дальше работать уже, по сути, в микро-майсквельной базе, куда вы выгрузили свои агрегаты. Над ней можно делать стандартные SQL-запросы. Это типичная вещь, про которую забывают многие мудрые архитекторы. Ну, вот простейшая вещь, которая может сотворить с большим объемом данных. Совершенно другой подход — это стриминг, который предподразумевает, что у нас текут откуда-то данные из всех щелей, и мы хотим применить функцию каждому элементу, не пропустить ни одного. Потеря данных здесь для нас очень страшна. В общем, Hadoop не равен MapReduce, и мы легко можем выкинуть его из Hadoop экосистемы, но при этом он решает хорошие задачи типа тех же батчей. Это всего лишь один из тех, кто теперь выполняется на платформе Yarn, который отвечает у нас за контарнизацию. Давайте поищем. Вот он. А там еще какие-то товарищи, которые частью уже канули в лету, частью еще до сих пор работают. Чем это хорошо, я считаю, работать и жить немножко в MapReduce парадигме? Мне очень это поставило мозги на тему взаимодействия с K-Value. Когда ты начинаешь думать о всех данных в рамках ключ-значения, тебе намного проще решать некоторые задачи, особенно когда данные довольно сырые, не структурированы. Ты просто не паришься, и весь сложный объект запишиваешь на какой-нибудь JSON, который лежит в value. А в K, например, можно сделать каким-нибудь сложным, чтобы к нему применить какую-нибудь технику быстрого поиска по ключу. Например, собрать сложный K из какой-нибудь даты, которую мы поставим на первое место, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. В общем, с K-ами можно делать много интересных вещей. Основные шаги, которые есть в MapReduce, это Map, это отображение. Вот, подождите, я эту закрою рукой и Reduce. Но посередине, так как эти вещи выполняются на разных машинах, нам нужно протолкнуться через сеть. И основная вещь, которую я хочу сегодня делать, это максимально убрать, желательно, перетасовку данных по сети, а лучше вообще отказаться от Reduce-фазы там, где это возможно. В целом, выглядит все примерно следующим образом. У вас есть какие-то данные, вы их нарезаете, слайсите, делаете отображение, и вот после этого начинаете их определенным образом группировать и перетаскивать по сети. Так обычно красивые картинки в книжках показывают. Вот, что происходит на самом деле. На самом деле, имеется огромное количество всяких in-memory буферов, которые лежат, например, на уровне машинки, которой выполняется map-задача, in-memory буферов, которые заполняются на уровне reduce-задачи и так далее. И между этими буферами уже происходит взаимодействие. Дальше есть свои законы. Если буфер переполнился, когда выкинуть на диск, в общем, боже, это целый хелл. Но именно здесь лежит оптимизация на тему того, как нам сделать так, чтобы классическую функцию при помощи оптимизационных техник сделать и заставить работать в десятки раз быстрее. На этом люди обычно останавливаются, они написали map-задача, он работает за 100 часов. Зачем делать за 10, если начальство подождет? Есть простая техника не оптимизировать ничего, а попробовать сделать алгоритмически. Минимизировать shuffle time и все ресурсы, которые перетаскиваются. Минимальный раннер, который нужен для запуска кода, к сожалению, он тут не на питоне, а на джаве, примерно выглядит следующим образом. В принципе, ничего не надо делать. Вот у вас есть тул раннер, вы туда погружаете минимальный свой класс, он каким-то рефлекшеном достается, какие-то вещи из него залазят, и все, вы выходите, все уже отработало. Но единственное, если вы хотите чуть-чуть это все поконфигурировать, то вам надо делать более серьезные вещи. То есть минимальный, опять же, каркас требует всего лишь одной джобы, определения входного и выходного формата, и все хорошо. Но если вы хотите конфигурировать, то это напоминает конфигурирование спринга, например, в классическом джава-коде, если вы выбираете не xml, а java-подход. Ну, просто куча всяких разных сеттеров. В общем, если вы любите конфигурировать java, вам сюда к нам, у нас никаких xml-конфигов тут и нет. Далее, пойдем немножко в адванс техники. Весь этот код можно определенным образом кастомизировать. Там, где у вас есть вот этот вызов map-редюс-функции, на самом деле вокруг же ведь тоже java-код. Что вам мешает отнаследоваться такого-то класса, залезть в protected-методы и что-нибудь там попереопределять? Простой вариант. Вспоминаем себе задачу wordcount. Я не буду объяснять, что делать с задачей wordcount, наверняка все и так знают. Но суть в том, если приглядеться, вот у нас есть две машины, кар-1, кар-1, два отображения ключ-значения, которые проталкиваются по сети. Это преступно. На самом деле их можно было бы предагрегировать и проталкивать по сети вместе. Для этого определяется такой вот специальный товарищ под названием комбайнер, который, по сути, до проталкивания по сети делает у нас некую сборочку, некий локальный редюсинг. С ним одна проблема, как с garbage collector, который то есть, то его нет. Он просто может у нас в какой-то момент не вызваться. Но, тем не менее, на этой картинке, которая еще мельче, можно как бы убедиться, что у нас появилась дополнительная фаза комбайн, и мы здесь все, что смогли, сагрегировали. Вот здесь вот SQL слово два раза посчитали и протолкнули уже меньший объем через сеть. Но это очень наивная техника, ее можно делать. Далее. Если вы хотите еще дальше кастомизировать, мы сейчас пойдем по пути кастомизации стандартным Java API. У нас есть замечательные функции, которые, собственно, вызываются, например, перед всевозможной отработкой Map и Reduce задач. Соответственно, что для маппера, для редюсера у нас есть сетап и клинап. Они не очень часто используются, но если вам нужно открыть заголовок файла в логах, например, в котором вы следите, особенно если вы на стадии отладки вашего приложения, здесь все можно довольно-таки хорошо сделать. Проверить какие-то внешние источники, чтобы ваша джоба не сыпала эксепшенами и не файлилась, например, дальше, это можно сделать в подготовительных функциях. Нам нужно больше контроля. Мы можем сделать из-за контроля ситуацию, представляете, найти место, где сама функция мап, которую мы переопределили, вызывается. Мы можем найти место вокруг нее, где все это в цикле, эта функция применяется к K-value парам. И вот здесь вот, ну, что ваша фантазия пожелает. Вы можете вообще взять и вырезать вызов Map Study. Вам нужно проверить ваш каркас, что у вас классы работают. Или вызвать ее на каждом сотом случае. Это позволит прогнать на довольно большом объеме данных, например, но сделать чего-то поменьше. В книжке паттерны MapReduce Design там много есть разных хентов. То же самое можно сделать с редюсером. Но редюсер сам по себе проблема. Проблема потому, что он может быть в системе, например, один. Вы делаете какие-то серьезные вещи, у вас много мапперов, но по умолчанию у вас стоит один редюсер в системе. Вы все пересылаете ему по сети, а там заводите еще какой-нибудь арей-лист, в который вы все это складываете. И вот это все в этот арей-лист запихивается. Потом у него лопается оперативная память с громким Stack Overflow. Ой, не Stack Overflow, простите, хип-хипов-мемори. И вы расстраиваетесь. Можно положить в примитивы, тогда будет Stack Overflow, все нормально. Далее. Можем ли мы вообще пропустить Shuffle-фазу? Да, можем. На самом деле, типичная задача по уменьшению размера данных. Вот, опять же, хочу сослаться на предыдущий доклад. Там сжимали картинки. А мы сжимаем наши шматки данных. По сути, не хотим вообще все использовать. Там много гадости, много стоп-слов, много, например, строчек логов, которые не несут никакой информации. У вас есть простые регулярки, которые можно отравить. И тогда вы можете написать, по сути, MapReduce job, которая на вход что-то принимает, выполняется только функция отображения, в ней, например, запрятан фильтр, и вы сразу пишете на вывод. У вас нет ни пересылки по сети, и нет, соответственно, никакой агрегации. Все. Это такой был до звездочка левел. После звездочка левела сразу приходится вспоминать свои такие сисадминские навыки. Сразу приходится думать о том, а что мы можем сделать больше? Куда мы можем вынести какие-то дополнительные вещи? Например, какие-то общие словари. Типичная такая тема, особенно в каких-то контестах тоже участвуешь, приходится всякую географию, всякие имена, вот такие вот словарики непонятного размера, особенно с географией такое часто приходится делать, в которой десятки, тысячи запись, классификатор адресов, список банков Российской Федерации. Он, конечно, сокращается, но не слишком быстро. Нам иногда нужно вынести это куда-то, как условно постоянную информацию. Знаете, в некоторых бухгалтерских системах называется справочники. Так вот эти справочники нам не нужно рассылать по всем нодам. Мы можем иметь некую точку доступа, в которую мы можем ходить. Вот такая вот вещь называется Distribute Cache. Мы, по сути, говорим, окей, у нас будет глобальная переменная, но мы же с вами не сидим опять же в какой-то многопоточной среде, где все строго, можно использовать разные грязные хаки и штуковины. И в итоге мы можем при выполнении какой-то задачи сходить в эти словари, сходить в этот Distribute Cache и что-то оттуда получить. В итоге, конечно, мы поступаем нехорошо. Мы шарим какие-то общие данные, но одновременно и хорошо. Мы не загружаем ими все остальное и возвращаемся к ним по необходимости. Используя даже в стандартном API это все не очень сложно. То есть вы опять же, когда пишете свою джобу, там есть соответствующие методы. Пример. Победить рассылку джарников, которых у вас, например, очень много, а мавном вы еще не собираете. Ну такая стадия разработки проекта. Бигдата-разработчик, он пришел из джава-мира и все отринул. У него нет мав, но у него есть джарники. И он начинает, значит, первая техника, когда у вас больше трех джарников, что-то начать куда-то докладывать. Вот есть хороший способ положить их в дистрибьют кэш. Можно через командную строчку, можно через стандартный API и, соответственно, потом через паф-объект и получить к ним доступ и определенным образом с ним работать. Кроме этого, очень удобно при отладке или при разработке каких-то приложений иметь некие вспомогательные счетчики. Есть, конечно, опять же, нехорошая техника использовать эти счетчики как основной функционал, но так делать не надо. Для этого есть какая-нибудь Кассандра, у нее есть свои поддержки счетчиков, тамарные операции на их обновлении и так далее. Но этим мнением вам нужны какие-то небольшие счетчики, которые выводите на консоли, которые будут распечатываться по умолчанию. Очень удобная техника. Вот здесь вот не очень четкий у меня слайд. Но, предположим, вы наотравливаете некий MapReduce Job на слова, и у вас там есть, например, некое количество аматорных слов и некоторое количество, наоборот, слов, которые говорят о вашем хорошем эмоциональном самочувствии. И вы можете определенным образом это распечатывать. И эта техника позволяет нам, по сути, избежать записи логов. Почему я, например, лично не люблю логи в подобного рода проектах? Дело в том, что порой размер логов может стать сопоставимым с размером тех данных, которые вы делаете, а то и превысить его. Представляете, вы логируете каждую операцию и каждый проход K-value пары и еще что-нибудь такое интересное. В этом плане лучше это уже как-то предагрегировать и изменять эти счетчики. Кроме этого, хочется скипнуть шафлинг. Если вы хотите скипнуть его или видоизменить, то есть техника следующего рода. Вот когда у вас данные с мапперов пересылаются как-то на редюсеры, у вас всем этим управляет стандартная функция, которая занимается по сути хэш-отображением выхода маппера на редюсеры, которые где-то там за сетью должны все это получать. И там очень наивная функция, наивный подход. Вы видите, простите, остаток отделения на количество reduce task в системе. Это не так интересно. Например, у вас 7 редюсеров по 7 дням в неделю. И у вас разные записи, не знаю, там разные типы названий. Одни пользователи пишут фрайды и так, другие с ошибкой и так далее. Вам нужна чуть более умная функция, которая каким-то образом собирает эти ключи. Можно было бы это сделать на ранней стадии, но можно эту маршрутизацию устроить здесь. Это что нам дает? Это дает возможность перенаправить потоки, а иногда и исправить потоки. Представьте себе, у вас какой-то ключ один встречается в 90% случаев. Вам иногда нужно принудительно распилить этот ключ на две части, называть с какой-то вероятностью, с вероятностью 1 седьмая, опять же, этот ключ на редюсер 1, этот ключ на редюсер 2 и так далее. А вот этот перекошенный ключ на оставшиеся 7 редюсеров в примерно равной пропорции. Это позволяет избегать многих негативных эффектов. В итоге что? Вместо простого маппера и редюсера у нас появился какой-то комбайнер, какой-то дополнительный класс партишнер, который все это перенаправляет. И еще можно переопределить, ну, мы так далеко не будем заходить, но, например, форматы входа и выхода. В общем, на самом деле, если вам нравится ковыряться в API, здесь есть целое раздолье. Кастомизировать можно много чего. У нас уже время, что у нас со временем? Времени уже мало, поэтому не буду сильно рассказывать. Грубо говоря, вы, по сути, можете получить полный контроль, начиная от стадии сплитинга, раздела ваших файлов, заканчивая это последней финальной записью. Это Java, можно выдрать любой класс, перегрузить, переписать и все это сделать. Но так делают немногие люди, потому что это муторно, особенно сложно тестировать. Но такая техника есть. Далее. Предположим, вам не нужно все это, но у вас есть замечательный бизнес-аналитик, который сказал, что нужно делать какие-то сложные джойны. То есть он знает, что такое джойны, и говорит, чувствую, тебе придется соединять две этих таблицы по петабайту. Что делать? Во-первых, попробовать сделать одну таблицу поменьше. Простейшая техника, если у вас одна таблица действительно меньше, или ее можно как-то разделить, вы можете просто сделать некий предджойн до того, как вы будете делать основные вычисления. Вы можете раскопировать эту маленькую таблицу по нодам, она там будет лежать, и вы когда надо, не ходя по сети за этой парой, делать какие-то вещи. И вот тут, внимание, вроде бы, Big Data-разработчики так сильно убегали от всех этих Enterprise-штуковин, но здесь мы видим техники, напоминающие очень то, что есть в любом порядочном SQL-движке, даже в том же самом MySQL. В общем, если у вас хорошо с базами данных было, проблем с техниками агрегаций не будет вообще никаких. Далее. Классический способ делает следующее. У вас есть две каких-то пары K-Value, вы натравливаете на них какие-то Map-таски и собираете какие-то чуть более, может быть, жирные, но уже в более пригодном формате для джойна вещи. Вы там уже говорите, что будет KM для соединения, что будет ключом, по которому будем соединять. После этого, только после этого, все это начинает пересылаться по сети и собираться в какие-то пары. То есть, по сути, весь результат будущей агрегации проталкиваются через сеть. Ну, это же жесть на самом деле. Ну, после этого, это, опять же, классический канонический подход. В reduce-тасках вы, если на 1K упало несколько value, вы уже думаете, что с этим сделать. В зависимости от типа вашего джойна, опять же. Наша идея, опять же, давайте просто выкинем всю эту ситуацию с шафлом и редюсом. Можно сделать интереснее. Во-первых, можно делать весь джойн на стороне map. Я уже примерно объяснил идею с очень маленькой таблицей. Но если таблица не маленькая, но в ваш стандартный мем-кэш какой-нибудь влазает. Ну, там, не знаю, гигабайт 4. И у вас есть какой-то такой небольшой инстанц, куда-то можно положить. Вы можете сделать нехорошо, особенно, если, опять же, какие-то гадские географические данные, с которыми вам нужно все время джойниться или какая-то человеческая информация типа списки паспортов, не знаю, что-нибудь такое. Вы можете положить это все distribute cache. И таким образом потом снова сделать не стадию, то есть вот это все выгрузить на какой-то диск, получить результат и потом сходить и все это объединить непосредственно в маппере. То есть вы как бы заново запускаете вычисления, может быть, на меньшем объеме. Есть еще более интересная штуковина, когда вы, например, имеете две таблицы, вот это сейчас должно кому-то очень напомнить технику стандартного такого джойна, который когда там explain quantity square query, я применяю вот эту технику. Что мы делаем? У нас есть две таблицы, которые, предположим, число строк в них таки кратно друг другу или каким-то образом являются отображением один ко многим. Вы, в принципе, почти понимаете, что вы хотите собрать. Можно распилить вторую таблицу на некоторые бакеты, например, чтобы одной строчке из первой таблицы соответствовало всегда пять строчек из второй. И можете постепенно вашу маленькую, по сравнению с вашим диском, оперативную память в жалкие 100 гигабайт подгружать эти бакеты и выгружать результат в таком же слитом и отсортированном виде. Стандартная техника. Но если совсем все плохо, ну ставьте какой-нибудь редиск-кластер и кладите туда таблицу. Опять же, это порой выгоднее, чем, простите, каждый раз, особенно если вам декартовое произведение, нужно прогонять это все через какую-нибудь сеть. Про перформанс. Здорово. Выдохнули. У нас, предположим, все затюнило уже до нельзя. Программисты выжили все, что возможно. И мы уже не знаем, что такого сотворить. И тут нам приходит озарение такое. А что, если можно было некоторые стадии не писать на диск? Мы прочитали умную статью про Spark. Там кто-то вроде не пишет ничего на диск, а может и мы можем. Для этого используется как раз вариант, когда у вас очень длинная цепочка Map, Reduce, Job, какие-то куски повторяются. И вы должны что-нибудь такое интересное сделать. И что-то можно соптимизировать. Не каждый раз писать на диск, что-то найти в памяти. Вы говорите, окей, я вижу, да, еще целых пять минут. Вы хотите сделать какую-нибудь интересную вещь. И что можно сделать? Вы можете построить некоторый граф всех ваших работ и понять, что кое-где есть некоторые повторяемые куски работы. Где-то не требуется выгружать на диск вследствие этого. Можно доверить подобную работу стандартному движку, который у нас имеется во всем наличии. Это TES. На том же TES API можно написать все эти слияния, всех этих веток самому. Но основная идея всех этих движков в том, что мы скипаем выгрузку на диск и объединяем некоторые стадии, некоторые операции чуть раньше. Это еще один хинт, про который стоит знать. В общем, основная идея Daga построения Direct-O-Cycly-Graph в том, что мы скипаем действия с нашим диском. И самое главное, мы запускаем все это непосредственно от JVM. Значит, дальше мы можем переходить непосредственно к перформансу JVM. Типичные ошибки, которые у всех имеются, это повторение, перетягивание своего опыта с Java непосредственно в новую разработку. То есть, я опять же, обращаюсь к кейсу Java-разработчика. Вы перетаскиваете свои Array-листы, линк-листы, не дай бог, или еще что-нибудь такое, хеш-мапы, и начинаете клепать какие-то структуры, пытаясь все это обойти. И в итоге подобные коллекции могут разрастаться очень сильно в хиппее и занимать действительно большие куски. После этого типичная вещь, я всегда вспоминаю байку, знаете, все соревнования странные синтетические, как Google сортирует терабайт, и кто-то еще сортирует терабайт, это весело, задорно. Google сам признался, реально нет применения глобальной сортировки, она никому не нужна. Нужно топ-3, топ-15, пять с конца, еще что-нибудь. Это совершенно можно по-другому решать. Есть другие, стандартные, даже классические алгоритмы и так далее. Ну, стандартные перформанс-подсказки, которые стоит использовать. Вы почти все это видели. Во-первых, надо не стесняться тех типов данных, которые уже для нас определены, например, в ходу API. Например, переопределять какие-нибудь в writable типы. Это не слишком сложно, особенно если вы работаете с новыми форматами данных, которые не поддерживаются, типа того же JSON или каких-то особых извращенных CSV, XML-ов, типов, которые не поддерживаются. Тюнить вашу GVM и все время думать в нотациях большого О. Ваши алгоритмы не должны быть квадратичными. Никогда. Они даже не должны быть ОН-логарифмен. Никогда. Не должны быть, там, не знаю, корень из Н в лучшем случае. И то это очень плохо. А стандартный тюнинг заключается в том, что вы начинаете обязательно следить за вашим garbage-коллектором. Вы начинаете обязательно экспериментировать с тем, чтобы поменять, например, непосредственно garbage-коллектор в вашем решении. В конце концов, есть набор стандартных. В девятой Java у нас поплывет garbage-first. И для каких-то задач, которые адресуются к большому хипу, можно поиграться с garbage-коллектором. Но это в первую очередь нужно померить до этого. Если вы это не померите, просто воткнете новый garbage, увеличьте количество параллельных трэдов, чтобы избежать только паузы. Вы можете замусорить всю вашу несчастную машинку, на которой все это выполняется. И последняя вещь. Как вы понимаете, старт GVM это довольно дорого. Дорого, не дешево. А Uber это сейчас модно. Переиспользовать общую ванну, туалет, машину и так далее. Вот можно переспользовать общую GVM. В той ситуации, когда вам нужно выполнить похожую задачу. И более того, современные решения с ходупом позволяют нам вычислить некоторый порог, при котором Uber-изация GVM может включаться автоматически. Вы опять же можете их поменять. Например, у вас очень маленький кластер, вы хотите так затестить Uber, задачки маленькие, можете их выкрутить вниз. В итоге старт GVM будет намного быстрее, у вас может быть уже прогреты GIT и так далее. Но это все подобные роды техники. Я еще оторву время от перерыва, потому что вопросы можно всегда задать в кулуарах, а я лучше вам расскажу. Про форматы файлов. Все игнорируют с форматами файлов. Знаете почему? Потому что все начинают с CSV. CSV это здорово. Последовательные файлы это то, что встречается впервые на проекте. Но потом стоит переходить к более серьезным форматам файлов, которые заменят вам даже на сиквельные системы. В чем идея на сиквелных многих columnar-oriented storage? Вы по сути переворачиваете строчки и столбики меняете местами. Так вот есть форматы файлов, в которых все это сделано уже за вас во многом. В этом случае соответственно стоит обратить внимание на вот у нас есть паркет и вот на паркет есть такой формат файлов, который по сути является наверное сейчас наиболее общеупотребительным для всех новых датасетов, которые я вижу, все выкладывают их в паркете. Но есть хорошие старые добрые RC файлы, которые не так хорошо может быть сжимаются. Что нам дает по сути использование новых и других форматов данных? Вот предположим у вас был старый добрый текст. О, пол терабайта. Страшно делали. У вас любой диск потянет. Но предположим у вас много таких кусочков и вы реально хотите сэкономить на дисках, а то и на SSD дисках. Да, они же дорогие. На самом деле простая порой замена формата файла при условии, что вы не в real-time сидите и вам не нужно дергать их каждые 3 секунды. Вы можете просто поменяв формат файла и перелив в него получить определенные выгоды просто нажатии. Ваши большие данные станут большие данные пополам или большие данные на 3. Опять же, я вспоминал, да, про Big O annotation. Вот здесь константа играет роль. Она очень сильно влияет на кошелек. Кроме этого, можно использовать различные техники сжатия. Ну, все посмотрели, да, сериал «Силиконовая долина». Там ребята такие «Вау, я открыл новый крутой алгоритм, он достиг какого-то коэффициента сжатия, там 2,79». Вот. И он еще и быстрее всех почему-то сжимает. Так вот. Да нифига. То есть хотите достичь большего коэффициента сжатия, надо дольше сжимать. Хочете достичь меньшего коэффициента сжатия, нажимать быстрее. Ну, выбирайте другой, соответственно, формат файлов. Тут нет никаких супер таких, которые в 10 раз быстрее сжимают и в 10 раз сжимают. Вот такого нет, к сожалению. Времени совсем мало, поэтому про Yarn я практически ничего не буду рассказывать. Смотрите, что стоило бы уяснить? Стоило уяснить следующее про Yarn. Если вам приходилось уже деплоить какие-то приложения в докер-контейнерах, вам, наверное, нравится, как они такие, виртуализация на виртуализации, живет, хорошо управлять с ресурсами, здесь то же самое. Старый Hadoop жил так вот, деревянно вбитый гвоздями. Его Java взаимодействовала непосредственно с файликами, с файловой системой и так далее. И нам надо было самим думать о том, сколько на этом подходе мне нужно ядер выделить или сколько оперативной памяти. Ресурсом же может быть что-то еще, например, Network ваш, например, количество гигабит, или, например, SSD-диск, или не SSD-диск. И вы сами таки составляли расписание, вешали на стену и согласно ему что-то переключали. Yarn это, по сути, возможность взять на себя вот это планирование ресурсом, выполнение различных техник, например, справедливой выдачи ресурсов, никому она не нравится, или, например, стандартного метода FIFO. Кроме этого, за Yarn следить интересно. Это почти единственное место, в которое для третьего ходу по что-то коммитят. Если посмотреть на открытые реквесты и вообще на их закрываемость, то видно, например, что в Yarn очень сильно идут по мотиву давайте все, что можно посчитать, все, что можно спланировать, сделать ресурсом. И вот в третьем ходу наверное ресурсом будет почти все. Может быть даже разработчик, который это все использует, можно будет играть в такой канбан для Yarn. Кроме этого, кроме этого, давайте еще, у нас же там менеджерский стол, блин, что же вы, давайте еще немножко поговорим. Самое главное, чего избежали Java разработчики, это юнит-тесты. Кто пишет юнит-тесты вот сейчас вот прямо? Сегодня писал. Нет, сегодня же не рабочий день. Вы мне нравитесь. Я не писал. Смотрите, в чем дело. Когда вы приходите в любую разработку, где есть Java, юнит-тесты вас нагоняют через пару поколений. Так было с андроидом, так было и с подобной разработкой. Может, если вы перейдете на скалу, то вам повезет еще на пару месяцев, но юнит-тесты вас накроют. Если вы хотите код как минимум продавать своему заказчику, наверное, что-то должно загораться зеленым, у него уже слюна течет на это, как у собаки Павлова. Так вот, мы можем тестировать непосредственно отдельно нашу функциональность, то есть написали маппер, написали редюсер, это я сейчас только про MR-юнит-тесты буду говорить. Вы можете написать очень легко в несколько строчек закидывание двух-трех пар K-value и ожидание какого-нибудь примитивного выхода, например. Ну, вы ждете фильтрации, подготовили тестовый кейс для этого соответствующий и получаете соответствующий выход со всеми привычными ассертами. Тут даже аннотации те же самые, то есть есть тест, аннотейшн, бифо, ну, жду, когда будет полноценная поддержка 8-й Java. Ой, подождите. По разработке. Я сразу предвосхищаю очевидный вопрос, что вы там в EPUM и как вы разработали, а сразу все в продакшн уходит. Нет, на самом деле все происходит несколько иначе в несколько стадий. Самая простая, типичная стадия, вы разработчик, сидите за своей машинкой и пишите некий функционал, вы его проверяете, смотрите, как все делается и тестите на очень маленьком кусочке данных. Более того, скорее всего, заказчик вам не даст этого кусочка данных никогда. Он будет абсфурцированным, он будет нарезанным, он будет очень маленьким, который влазит на вашу машинке. Потом, если вы работаете все еще с ходупом, есть возможность потестить вообще, как у вас кластер собрался, опять же, на небольшом куске данных, но побольше. Вы проверяете, например, ваш ходуп в псевдодистрибьют режиме, который позволяет, скажем так, посмотреть, а демоны корректно между собой взаимодействуют. Здесь иногда приходится звать девопса, потому что у вас может не хватить, например, какой-то накалки на все эти долбанные SSH-туннели. Вот меня они бесят на самом деле очень сильно. Все это нужно прорубать, лучше с очень опытным товарищем вместе, тогда вы просто не будете с этим долго времени возиться. Далее. После этого вы можете уже только тестировать. MR-юнитест уже не надо гонять. Тестированием подразумевается некое интеграционное все-таки тестирование в полностью распределенном режиме, но данных все равно еще не больше процента. Даже если это батчи, даже если это не стриминг, представляете, если вы будете просто тупо за тестовое окружение выкатывать огромные счета просто за то, что вы решили похоронить все данные. Да это и не так важно. Никогда полноценные стопроцентные батчи гоняться не будут. И последнее, если у вас уже есть нормальный стейджинг на вашем проекте, вы уже полностью можете все это выполнить. Но если нет, выкатывайте в продакшн. Но я у нас такого не видел. Итак, чтоб сразу всем стало страшно. Это маленький кусочек нашего такого присел, того, что мы посылаем нашим клиентам, чтобы у них сразу глаза не лопнули. То есть мы такие говорим «Ну, вы где-то здесь». Мы обязательно все захаваем в хавку. В хавку. В кавку. И дальше мы уже разберемся, что с этим сделать. Мы знаем очень умные слова и умеем готовить стриминг. И Hadoop здесь возникнет несколько позже, как вы видите. Где он? Вот он здесь. Он возникает где-то в самой серединке. И он, естественно, для уже каких-то более мелких вычислений. Никто сразу не предлагает «Заказчик, смотрю, у меня открыт Hadoop, лей прямо в него, давай свой секвенс-файл». Это был бы полный бред. И заметьте, только в самом конце находится уместное место для тех, кто готовит какую-то аналитику и какие-то отчеты для заказчика. То есть он сталкивается вот с тем. Для него output вот то, а input вот это. Ну что ж, мне это лично напоминает. Человек, который недавно ремонтировал свой трубопровод в своем доме. Вот это. То есть когда вам нужно из очень-очень многих разных вещей скрутить что-то, почему вода будет течь. И одновременно это напоминает одну из типичных архитектур, которые у нас тоже очень часто используются. Опять же, загуглите какая. Ну в общем, MapReduce, возвращаясь к нему, это, конечно, не самая классная штука. Это мой последний рассказ публично про MapReduce. И в следующем рассказе я буду обязательно его хаять. Но вы мне не верьте. Потому что батчи классная штука. Вы знаете, для чего батчи надо использовать. И они работают. Итак, простите, еще не все. Выйдет же третий ходуб. Я тут вам честно говорю, я вижу, что таски все закрыты. И если вам захочется ставить, не ставьте 2.4, 2.2, которые в книжках написаны и так далее, качайте вот прямо в сырой третий ходуб. Посмотрите, как с Ярном управляются фичи, сколько вещей реально можно работать в качестве ресурсов. Там уже есть некоторые билды, которые можно собирать. И есть нормальная поддержка докер-контейнеров. И самый последний вопрос. Вот сейчас вот такая затравка. Кто знает вдруг? Смотрите, загадка. Значит, умеет делать батчи, умеет делать стриминги. Полностью совместим с хадуп, но не хадуп. Значит, соответственно, полная поддержка различных оптимизаций на языках уровней. Он не такой плохой, как Spark. Spark всего лишь не real-time. Он реально really real-time. Как шторм, но не шторм. Кто знает? Давайте. Флинг! Да, и белочка такая пошла. Е-е-е. Недавно выпустили же совершенно полноценнейший релиз. Спрашиваю, кто-нибудь в продакшене использовал? Никто не использовал. Все ставят, играются и такие, ну, я не знаю, буду ли я это из, но штука классная. В общем, можете пополнить армию людей, которые скачали, поставили флинг, запустили на гигабайте данных. Итак, вот мои контакты, приходите, дружите, давайте на этом фоне закончим. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...